Одесса! 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 24 и 25 августа 2018 года Дизель Шоу приезжает в Одессу Чтобы дать аж два концерта Такого вы еще не видели Новая программа! Новый счет я могу Приходи на наш концерт 24 и 25 августа Мы будем ждать именно тебя И не забудьте сделать репост на твои видео Чтобы не пропустить Одесса! Мы ждем вас на Дизель Шоу! До конца матча остались считанные секунды Трибуны замерли Шакила Нил входит в трехсекундную зону Три, две, одна Сландава! Ладно Сейчас я Саша, кисть расслабь Да не мешай ты Это тебе не работает Тут талант нужен Да не мешай ты мне, ну Ага Мозила хрена! Как говоришь, это не ты в картину не попадаешь Каждый вечер гора бумажек Нина Сергеевна, извините Что мне твое извините? Я твое извините каждый вечер убираю Давай! Саша, пока не попадешь Из офиса не выпущу Позу рабочую принял Есть! Попал! Попал! Да! Да! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-дấn-ele! Давай, закрепляем. Ты куда намылился? Так я как бы норматив уже выполнил. Сиди, жди. Сейчас этот косорукий попадет наконец-то и пойдем в туалет. Зачем? Это же самое. Будем учиться попадать. Будем тренироваться. Такая зимняя резина. Просто супер. Я тебе говорю. А мы за Левочкой. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Давайте хорошую, а то у меня, знаете ли, на работе плохих хватает. Сегодня в садике были прятки, чемпионат. И ваш Лева стал победителем. Молодца весь папашу. А плохая какая? А плохая? Плохая. Левочку так и не нашли. Как? Не нашли? Вы чего? Э, воспиталка, ты чего? Мы уже везде обыскали. Под кроватью. Под кроватью? Ну, это еще утром было. За шторой. За шторой это был полуфинал. А на балконе? Да нет у нас балкона. Папа! Сынок! Левочка, ну кто так делает? Ну кто вот в шкафу прячется так долго? Дядя Сережа. Какой дядя Сережа? Хахаль твой с работы. То есть просто друзья, да? Ну что ж, поиграем в спрятки. Э, ты ж муришь. Ха-ха-ха. Ну как, стой? Ну как, стой? Ну, что звал? Ну, а вот не знаю, что с ним делать. А что случилось с ним? А они подкинули нам его. Днем слышу звонок в дверь. Открываю. В корзинке из-под супермаркета. Сидит. Мучит. Уважаемый, что с вами случилось? Уважаемый, что с вами случилось? Вот так весь день. Надо ж узнать, кто он такой. Ты кто? Мотоциклист? М-м. Парашютист? М-м. Плохой боксер? М-м. Любовник жены хорошего боксера? М-м. А кто, мумия? Да ладно. М-м. Блин, я чуть не повелся. Так а что, день города хорошо отпраздновал? М-м. Перед фурой хотел проскочить? М-м. Гопником не хотел телефон отдавать? М-м. Так, ладно. Давай, бери каталку. Покатили. М-м. Куда? В первую городскую, подбросим его, пускай они там с вами разбираются. Ну да. М-м. М-м. Чего? Тихо. М-м. Что? Ты? Ты к нам из первой городской приехал? Да. Да. Это они тебя подкинули? М-м. М-м. Как красавцы, да? Это у нас с ними по подкидышам получается в этом месте 2-2, да? 2-2. Слушай. А давай им обраточку пришлем, а? А? А, точно. Давай. Погоди. Ну что ж, коллега, я считаю, что я здесь победил. Позволю себе с вами не согласиться, коллега. Тут первенство очевидно. Согласен. Так, 45, 45. Я не понимаю, вы что, вообще охренели, а? Что вы на офисном принтере сканируете, а? Вот это что такое, вот это? Поехали. Это для соревнования. Для соревнования? Какое? Лучшая попа месяца? Нет, мы просто с коллегой решили выяснить, кто из нас круче. Да вы что? А вот это что такое? Табличку нарисовали, да? 5, 4, 4, 3, 13, 12. Боже мой, что? Что это вы такое меряете, а? Нет, нет, это не то, что вы подумали. Ах, да, это, наверное, ваш IQ. Ну тогда это многое объясняет. Нет, это количество отжиманий. Да? Спортсмены? Да. Ну, молодцы, поздравляю. А то, что вы подумали, это вот. 20-13? Бегом ко мне в кабинет. Оба. Конечно, нет. Только победитель. И линейку возьми. Иногда проигрывать лучше, чем выигрывать. Осьянская сынка. На троих. Ого. А, это же наше. Микродезик. Это для рта. А, для рта. Для рта. Слушай, больно. Знаешь, нам бы такие выдавали, мы бы многих могли разговаривать. А. Ты аккуратнее с этой штукой. Чего? Да говорят, вызывает привыкание. Потом будешь меня еще умолять, чтобы я тебя отхлестал. О. Ой, мальчики, а можно я отвечу? Не положено. Ну, пожалуйста, а может, это важно? Ага. С института тебя звонят. Хотят сказать, что ты поступила. Ага. Может, это с работы? Ну, да. На собеседование хотят пригласить. В сауну. Ага. Ну, что вам стоит? Ну, просто спросите, кто это. А я вам потом все подпишу. Ну, ладно. Что, нам жалко, что ли? Ну, да. Алло, это кто? Какой ты Марат. Марат? Блин. Он ничего не требует практически, а платит. Ну, дай. Ну, спроси, сколько? Так, ну, ты не перегибай. Ну, пожалуйста. Сколько? Сколько? Это что, за год, что ли? За ночь? Спроси, можно перенести? Да, дик. Что? Двоих надо? У тебя есть подруга. Я одна работаю. А у тебя? Я тоже один работаю. То есть с тобой. Алло. Марат. А вы хотите испытать кардинально новое ощущение? Поговорились. Выезжаем. Едем? Так, быстро поехали. 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 Яночка, дорогая, я дома. Сашенька, ты так рано вернулся. Слушай, а ты не мог бы пойти купить хлебушка, а то он у нас так неожиданно закончился? Хлебушек. Хорошо, куплю хлебушек. Хлебушек, хлебушек. Я ушел. Яночка, а какой хлебушек? Белый или черный? Возьми черный. Черный. Хорошо. Сейчас точно? Не знаете. Яночка! Какой это? А какой взять лучше? Цельный или нарезной? Эээ, нарезной. Нарезной. Най-на-на-на-на-на. Я лучше подкрывать. Яночка! А какой взять? С семечкой или с тмином? Возьми с семечкой и давай быстрей. Хорошо. С семечкой, черный, нарезной. Штаны, блин. Яночка, а какой взять лучше? Бородинский или украинский? Да Бородинский пей! Ты достал уже! У нас гости? Так может две буханочки взять? Сиди здесь, я сам куплю. Бородинский, пожалуйста. Две буханочки. Семечкой. Хороший мужчинка. Как вы себя чувствуете? Больной? Как чувствуете себя? Хорошо, все отлично. Очень хорошо. Скажите, ничего нигде не болит? Нет, все отлично. Если у вас будут какие-то неприятные ощущения, вы мне обязательно скажите. Уже и есть неприятные ощущения. Какие? Да вы меня постоянно отвлекаете, доктор. Все, все, все. Ой, доктор, как хорошо вы метите. Виктор Николаевич, скажите, а мне еще долго так перед пациентами танцевать? Ну, пока не привезут обезболивающие. Вы хотя бы за это доплачивали. Яночка, ну вы же знаете, что медицина у нас бесплатная. А я нет. Держите. Доктор, что с ним? Ну что, у вашего мужа сотрясение мозга. Я понимаю, понимаю. Я даже знаю, кто. Да, вероятно, когда хулиганы эти отбирали деньги, они сильно ударили его по голове. Хулиганы? Это он ему сказал. Скопирует. Все деньги потратил на эту свою шалку. Пришел домой в час ночи и попал мне под горячую руку. Точнее, под горячую сковороду. То есть это, это вы? А кто ж? Конечно, я. Я вся в мать. Она троих пережила. Понятно. Ну, что могу сказать? Вашему мужу сейчас нужен уход, внимание, забота. Теплое питье. Особенно теплое питье. Надолго это все, доктор? Ну, где-то месяц. Вот так можно меня в фанаторий определить? Ну, вот, кстати, можно и в санаторий. Там-то и уход, и внимание, и забота. Да. А мне кажется, что ему на этот месяц нужна совершенно другая женщина. Чего? Другая женщина? Да. Я придумала. Я маме позвоню. Нет. Нет. Мама приедет. И ему такое санаторий устроят. Нет, нет. Что ему мало не покажется. Нет, доктор. Доктор, мы за меня обратно в реанимацию. Но, доктор, вас когда-нибудь били диваном в завод. На троих. О, привет. Здравствуйте. Как дела? Честно говоря, не очень. После вчерашнего вообще ничего не помню. Даже имени своего. Тогда у меня для вас есть очень действенный способ, который поможет вам вернуть память. Гипноз. Лучше. Ну, что-то вспоминается? Семен. Меня зовут Семен. Вот. Видишь, работает. Продолжаем. Моя фамилия Борисов. Вот. Дальше. У меня жена и пятеро детей. Так, может, она хватит на сегодня? Ну, а как их зовут? Ничего не помню. Ну, да. Вспомнил? Пока только одного. Слышь, у тебя деньги-то есть, папаша? Ты уже полбутылки выдубил. Не помню. Ты наливай, я сейчас вспомнил. Не, я без денег не налью. Вспомнил? Наливай. Есть? Нету. Ну, 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 последнюю. Хочется вспомнить, как жена меня ласково называет. Птенчик. Зайчик. Эй, 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 эй. Ты чего этому алкашу наливаешь? Я вчера его отсюда еле на руках вытащила. Точно. Алкаш. Так она меня и называет. Спасибо. До свидания. я куда деньги какие деньги забудь то есть как забудь есть верный способ наливай и и Играет музыка. вы чё дебилы наделали я все утро убирала здесь вы должны нам сказать спасибо мы боремся с паразитом с одним паразитом покончено остались еще двое смысле могу предложить вам шопинг-тур в европу шо шо простите тур там это тур с целью сделать покупки вы знаете мы научные сотрудники работаем на государство единственно покупку которые мы сможем себе позволить это сам тур какие будут пожелания к поездке вот мы например никогда не выезжали из киева решили просто супругой посмотреть как люди живут за киевом могу предложить вам поездку нью-йорк замечательная поездка всего три тысячи долларов мы можем себе такое позволить но только если продадим арабам плутоний из нашей лаборатории когда парит город влюбленных с посещением собора парижской боговатери всего тысячи евро мы это и стыдно тогда анталия турция шикарный отель с питанием 500 евро целая неделя с питанием потом целый год без я так поняла вы хотите просто посмотреть как люди за границей живут точно на всю эту поездку у нас целых сто долларов если быть точнее они в гривнах и по курсу 8 мне кажется я вам помогу здорово алё гена нужно такси на целый день кончезаста походите посмотрите как люди за границей киева живут обратно они обратно пешком у них романтическая прогулка по столичному шоссе романтики люди захотели ну давай спасибо 5-7 минут выходите без замочек векуль на место сосновского в травму никого еще не положили да вроде нет вот и не ложите а почему да там такая ситуация неудобная получилась пришла жена сосновского устроила скандал мол почему вы не выписываете моего мужа а я возьми и лякни что мы его выписали еще позавчера ну что и наверняка она его опять найдет с любовницей ему снова нужно будет место в травматологии цирк я тебе говорю что пота потапенко ты чё вскочил ты ты с дубу рухнул что ли тебе ж только аппендицит вырезали что случилось максим леонидович я я чувствую что что-то со мной не не так в животе бурлит что-то постоянно вибрирует и и какие-то непонятно странные звуки успокойся потапенко тебя отпускает наркоз после операции это нормально иди отдыхать него там стану будет хорошо вот так я слышите я везде ищу свой телефон ну надо же доманы айфон алё алё да мам да 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 все в порядке просто на безручном режиме а у меня все хорошо кстати слушай мам а вот эти вот котлеты которых ты делал это с кустаком слушай ну такие вкусные я не могу кстати кстати операционные готовки быстрее слушай кстати телефон александра петровича это можно ждать что происходит ну что что я ищу протоколы свой и девочек я не понял а почему мы здесь а ты там ну кто знал что ключики от моих меховых наручников подойдут к вашему обезьяннику кстати надо будет об этом девочка что творцова что я вас вообще еле дотащила вы такие толстые могли бы спортом заняться я тебе говорил не надо было пить из ее бутылки не дорогой ликер давай попробуй между прочим это мой фирменный коктейль младенец называется и что там что там снотворное и слабительное кстати снотворное уже подействовало ослабительное вот 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 спорцова аккурузит И чё делать? Эй, не-не-не. Каждаю свою. Ну вот, есть неплохой вариант. Отель Ocean Platinum Resort. Турция, пять звезд, номер для молодоженов. Нормально. Ой, пусть Турция нам не подходит. Чего это? Бусин, мы же с тобой договаривались, что мы не будем летать в те страны, где я отдыхала с Лёшей. Я бы этого Лёшу. Ладно, ещё варианты. Ну есть Египет. Отель Marmaris Park Resort, пять звёзд, всё включено. Нет, Египет тоже нет. Чего нет? Ну мы же с тобой договаривались, что не будем летать в те страны, где мне всё будет напоминать Алёше. Гребаный Лёша. Ещё думайте. Ну, ещё вариант. Пхукет, пляж Патонг, отель Marmaris. Была два раза. С Лёшей. Неважно. Слышишь ты, давай ты выберешь, куда мы летим сама, чтоб ты там не была ни с кем и ни разу. Давай. Да. Я не была на Мальдивах. Есть вариант Мальдивы. Отель Tropic Paradise. Десять ночей, двенадцать тысяч долларов. Двенадцать тысяч долларов? Да. Да. Спасибо. Понимаешь, я там отдыхал с... С Лёшей? Со Светкой. Не могу же я испортить нашу с тобой романтическую поездку. Дусь! Ничего страшного, мне ничего не смущает. Ну, я ж не могу так с тобой поступить, ну. Друзья мои, можно я вмешаюсь, дам небольшой совет. Едьте на Мальдивы, возьмите Лёшу, возьмите Свету и там разберётесь, кто с кем и когда, да? Так, мой совет. А меняться номерами можно? Там можно меняться всем. Давай. Всё так. А может, какие-то на рыбалку собрались на три дня. Тайку меня ещё на охоту звал. Я вот думаю, ехать, не ехать. Ну, Зоненька, ну что ты думаешь? Ну, конечно же, ехать и на рыбалку, и на охоту. Хорошо. Так там же, ты ж, ну, конечно же, выпей. Ну, какая же рыбалка без алкоголя? Ну, да. И рыбу можешь в магазине купить. Или давай я сама схожу купить. Нет, нет, нет. Ты знаешь, не вариант. Нет, рыбалка отпадает. У меня же мотор слабенький. Ой, Зоненька, я не хотела тебе говорить, но я хочу тебе подарить мотор. Серьёзно? Хорошо. Ну, ты знаешь, сколько он день жизнь стоит? Зайка, ну, мы же собирали мне на шубу, а мотор-то важнее. Да. Ну, так а шуба? А я пять лет в одном и том же пальто ходила, и так ещё пять лет прохожу. Слушай, так а мама ж твоя приедет. Куда ж я поеду? А мама, она ж передумала приезжать. Серьёзно? Да, ты знаешь, я сегодня позвоню и скажу, чтобы ноги её в нашем доме не было, а ты приезжай, ты вечно бубу-бу-бу-бу на тебя, и не даёт спокойно футбол смотреть. Кстати. Да, и никаких сериалов, только футбол, даже повторы. Класс. Спасибо тебе, мужик. Спасибо. Никогда у меня таких подарков не было. Даже на день рождения. Спасибо. Пойду я. Люблю тебя. И я тебя. Пока. На троих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok